Предварительные данные по индексам деловой активности в Европе оказались гораздо хуже прогнозов. Однако это совсем не портит настроение трейдера. Котировка евро-доллар остается вблизи двухмесячного максимума. Составной индекс, а также индекс деловой активности в сфере услуг продемонстрировали третий худший результат в истории, что во многом следствие повторного ведения жестких ограничительных мер в Европейском Союзе. Так что причина кроется в эпидемии коронавируса. А вот в Великобритании предварительные данные по индексам деловой активности вышли гораздо лучше даже самых смелых прогнозов. Тем не менее, результаты все равно сложно назвать оптимистичными, так как основной индекс, которым является сфера услуг, все равно снизился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющий экономический рост от стагнации. Однако данные по индексам деловой активности никак не повлияли на позиции фунта, который начал расти еще до их публикаций. Причиной стали сообщения об успешных испытаниях уже британской вакцины от коронавируса. Судя по всему, никакой реакции рынка не последует и на публикацию предварительных индексов деловой активности в США. В Соединенных Штатах индексы будут явно выше, нежели в Старом Свете, но динамика все равно носит негативный характер. Да и рынок сейчас гораздо больше заботит борьба с эпидемией коронавируса, а также итоговые результаты президентских выборов в США. Так что поводов для какого-то роста доллара, по крайней мере, сегодня явно не ожидается. Что мы видим на графиках? Валютная пара фунт-доллар впервые за долгое время пробила уровень сопротивления 1.3300, что привело к наращиванию объема длинных позиций. Можно предположить, что удержание цены выше уровня сопротивления увеличит шансы покупателей на очередное касание локального максимума от 1 сентября 1.3480, где не исключается, что возникнет массовая фиксация длинных позиций, если, конечно, не возникнет внеплановый информационный поток, к примеру, по Brexit. В плане технического анализа можно увидеть, что котировка евро-доллар, как и прежде, находится ниже района 1.1890, а это значит, что у продавцов все еще есть шанс на очередной спуск в сторону значения 1.1850. Для наиболее внушительного ценового изменения котировке необходимо зафиксироваться ниже, чем 1.1850, и это откроет путь в сторону значений 1.1800. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае, если покупатели сумеют перебороть страх отскока цены от района 1.1890 и, наконец-то, зафиксируются выше него. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!